31-летний Айгиз Уразбахтин из небольшого села Уральск. Жилищный вопрос решил оригинально. В семье умельца подрастает двое детей, а своего дома нет. Вот и ютятся, они в крохотной временке, куда даже гостей пустить неудобно. Древесину получить очень трудно, а зарплата землеустроителя в местном сельсовете целых 7 тысяч рублей. С трудом хватает, чтобы прокормить семью. Какая тут ипотека? Вот и выкрутился парень, построил дом из простых чурбаков. Поленьев, проще говоря. Так, на фундаменте собирается каркас. Нижний венец, потом углы по четырем углам. Там, где окна ставим, столбы. Потом кладем раствор саманный, затем складываем поленицы на раствор. Также кладем раствор. Вот таким образом возводится стена. Дерево между собой скрепил старым восточным способом, смесью глины и соломы. Коробка получилась большая, 80 квадратных метров. Дом простоял целый год. Сначала сох, потом Айгис проверял его на безопасность. Сейчас семья занимается внутренней отделкой, а там и новоселье скоро. Все строительство вместе с крышей, пластиковыми окнами и облицовкой обошлось умельцу в 200 тысяч рублей. Так как уже места не хватает во времянке, планируем осенью заезжать уже. А в одной из соседних деревень семья из Казахстана построила дом из соломенных кирпичей, с примесью навоза и глины. Здание стоит уже 20 лет. А другой умелец Айгис Муртазин из соломы и глины построил трехкомнатный коттедж с огромной кухней, котельной и прихожей. На это ушел материнский капитал. Глину мужчина набрал в овраге возле дома, а солому в деревне найти вообще не проблема. Технологию он вычитал в интернете. Семья живет здесь уже три года и ни капельки не жалеет. О своем собственном доме в России мечтают тысячи семей, но всех останавливает дороговизна проекта. Выложить 7-8 миллионов рублей за хороший дом по карману далеко не каждому. Но как доказали герои наших статей, а хорошее жилье можно построить, проявив некоторую смекалку и имея правильно вставленные руки. Станислав Шахов, Тимур Шеребкулов, Комсомольская правда, Уфа, из поселка Уральск.